Профсоюзы Дагестана Профсоюзы Дагестана Профсоюзы Дагестана Профсоюзы Дагестана Профсоюзы Дагестана Так и вне ее. Профсоюзный работник должен быть смелым и уметь говорить «нет», напоминает председатель Дагестанского союза Организации профсоюзов Абдулла Магомедов. Должен быть хорошим переговорщиком, дипломатом, который умеет найти консенсус между работодателем и работником. Полагаю консенсус в пользу работника, а не работодателя. И бороться нужно за права рабочего класса, как говорится, не жалея живота своего. А все законы и постановления в последние 30 постсоветских лет принимались, увы, не в пользу работника. Большевиков уже нет и нет того государства, в котором приоритетом было отношение к рабочим, к работнику. Поэтому некому так активно и отчаянно бороться за условия труда, за повышение зарплаты, за социальный пакет, за премии, за 13-ю зарплату, за квартиры, за путевки. Плохо, что квартиры не дают пока медикам, учителям, рабочим заводам и фабрикам. Увы, им ипотека. Профсоюзы Дагестана не должны быть в роли просящих, подчеркивали участники конференции. Все это время методика подхода к работодателю была неверной. Попытки его разжалобить или просить не привели ни к чему хорошему. В настоящее время 1836 организации Дагестана платят зарплату ниже мрот. Это несправедливая цифра, может в разы увеличиться со следующего года. Так как в 2024 году мрот по настоянию профсоюзов будет доходить почти до 20 тысяч рублей. В республике около 400 тысяч работающих бедных, и их число может резко увеличиться. А задачи профсоюзов, как отмечают эксперты, это дороже продать наемную силу работодателю. В 2024 году, по информации Минфин и республики, в Дагестан направят 4,3 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам. Дай бог. Необходим общественный контроль над работодателем. А что происходит на самом деле? Работодатель, пользуясь лоббистской поддержкой парламентов, отдельных политиков местного уровня и федерального центра, начинает, как бы это попонятнее сказать, или бурагозить, или уходит в несознанку. А говоря научным языком, ведет политику мягкого игнорирования и отвержения класса рабочих и профсоюзов. Хотя справедливости ради надо сказать, не уверен, что профсоюзы сами еще являются такими тиграми рабочего класса, защитниками, какие были когда-то большевики. И вот что говорит общественный деятель, член Совета Столичного Дагестана Дэвид Бек Черкесов. Профсоюз сегодня нуждается в переосмыслении нового восприятия профсоюзной идеологии, а именно погружении в политическую жизнь государства. Набор форм и методов работы, характер их реализации также требует перемен. Налицо настоятельная необходимость собственных реформ. Проведя обновления, профсоюзы смогут на фоне идейно-политического вакуума занять лидирующее положение в обществе и государстве. Сегодня сама среда и обстановка способствуют росту их влияния при условии их наступательности, активизации деятельности. То, что профсоюзам в связке с госорганами необходимо жестко, ну уж простите за такое слово, долбать тех работодателей, которые совсем совесть потеряли, это правда жизни и жизненная необходимость. И промедление здесь иногда смерти подобно. Вот, к примеру, транспортная система столицы республики. Есть подозрение, что работодатель одной из компаний, не желая инвестировать в увеличение транспортных единиц, зарплаты и соцпакет водителя, создает проблемы пассажирам, из-за чего на улицах города образовывается часы пика, а в Махачкале час пик понятия растяжимое во времени, транспортный коллапс. Горожане и гости столицы просто не могут спокойно сесть в автобус, без того, чтобы не чувствовать себя сельдью в бочке. Налицо диагноз. Работодатель в погоне за сверхприбылью не шибко озабочен ни рабочими, ни удобством пассажиров. Я уже молчу про нормальные условия труда. Дагестанские профсоюзы хоть и настроены решительно, но не все так просто. Но, к сожалению, не все удается. В чем причина? Причина в том, что люди, члены профсоюза, тоже не готовы к активной защите. Для того, чтобы их защищать, они должны нам заявить, что у них вот это правонарушение. А, как правило, наши граждане очень боятся, что их уволят с работы. И мы случайным образом узнаем и говорим, хоть напишите заявление, не указывайте свою фамилию, а просто напишите, что в таком-то предприятии мало платят или вообще не платят, или задерживают заработную плату. К сожалению, и такое заявление получить очень трудно. И когда мы узнаем, лично я, например, наша организация, мы сразу же об этом в гос. трудоинспекции, в органе прокуратуры, и иногда звоним напрямую и говорим, вы хотите судебные проблемы? Через суд мы все это будем решать. И тогда вопросы заработной платы, выплате своевременно, иногда и повышения удается решить. Очевидно, что что-то надо менять в государстве и обществе. Систему координат, шкалу приоритетов, возвращать справедливость в систему труда. Люди труда должны стать первыми людьми общества. Медики, энергетики, учителя и строители. Пока некоторые из них становятся первыми в периоды коронавирусной пандемии или коммунальных коллапсов и неурядиц. А надо, чтобы по умолчанию, по степени значимости их вклада в развитие общества. А для того, чтобы такое понимание было, надо развивать само общество, гражданское общество. И здесь, как уже было сказано, общественная палата, Совет Старейшины и профсоюзы должны двигаться в одном фарватере. А Дагестанский профсоюз, учитывая стеснительность наших людей, боящихся потерять работу под напором жесткого работодателя, вводит анонимный чат-бот, в который можно обращаться всем, кто считает, что ему недоплачивают или не создают приемлемые условия труда с указанием адреса и наименования организации. Оставайтесь с людьми!